Здравствуйте друзья с вами Феликс на канале и сегодня речь пойдет о платежной системе Paypal. Новость не очень приятная, даже можно сказать очень неприятная для всех работающих на так называемых RefShare проектов. Итак, первое из тех новостей, которые у меня есть, это админ вот этого сайта Uday сделал публикацию на группе в фейсбуке этого сайта. Здесь ссылку я скину, можете прочитать ее полностью, но основная, тут две новости одна плохая, одна хорошая, именно по этому сайту. Вот в этом абзаце говорится о том, что вот здесь стало совсем ничего не видно пайпал больше не поддерживает, у них изменилась политика и пайпал больше не будет работать на сайтах по разделению доходов, то есть на RefShare проектов. У них это принято такое решение в платежной системе PayPal. Ну и мы все, кто там работает, знаем, что в основном люди, где есть и работает эта система, делают ввод средств с этой платежки, но именно по этому сайту, поскольку сам проект админ, ну вся администрация находится в Сингапуре, а это штаб-квартира платежки PayPal. Именно для них сделано исключение в том плане, что в течение двух недель PayPal вышлет проекту свои условия для продолжения функционирования этой платежки на этом сайте и только после этого по этому сайту будет принято окончательное решение в смысле перекидывать уже все средства на другие платежки и в течение 180 дней, чтобы остальные участники могли возвратить свои средства. В общем подробности вы прочитаете, в двух словах PayPal может сделать исключение, точнее он сделал, но представит условия администратору, если это подойдет, то PayPal здесь будет действовать и ну мы узнаем, что PayPal сворачивает свою деятельность в ревшир проектах. Аналогичное письмо пришло мне на почту от трафик Мунсона, от администратора. Я в этом сайте зарегистрирован, но не работаю. Просто для того, чтобы, что называется, держать руку на пульсе, узнавать все новости, потому что на данный момент, на сегодня это можно сказать лидер ревшир проектов и 6 часов назад от админа трафик Мунсона пришло письмо аналогичного содержания, если вдруг в двух словах опять же объяснить, кому нужно будет подробности обращайтесь, я вышлю письмо целиком, что и на этом сайте PayPal в принципе сворачивает свою деятельность. На этом сайте произойдет следующее, в течение 30 дней по-прежнему можно делать покупки, только покупки системы PayPal, но снятия не будут. Все средства будут перенаправляться в Пайзо и плюс ко всему тут они в Дубае организуют свою банковскую карточку и т.д. и т.п. То есть, даже на таком мощном и, казалось бы, безотказном, ну не казалось бы, действительно сайт работает четко, этот проект работает четко, просто мне лично он не по душе, поэтому я на нем не работаю. Даже здесь PayPal сворачивается, так что нам всем надо подумать о том, что с этим делать или повозвращать все наши, точнее я говорю наши, но я с PayPal не работаю, у меня PayPal не работает, но мои партнеры. В принципе, я бы на их месте вообще, где у меня с PayPal все что есть, я бы начинал потихоньку выводить, если это возможно, там где это возможно, потому что такая ситуация произошла в моей хваленой пятерке. В частности, на сайте RocketRackshare партнеры не могут вывести на PayPal, вроде тут обещали перекинуть все это через Пайзо делать, но в одном из роликов, не знаю, я тут вначале говорил, если на сайте есть PayPal, то его угробить очень легко, очень легко, и похоже эту функцию киллера взял на себя сам PayPal, то есть какая тут схема. Конкурент регистрирует тут аккаунт, заводит, ну не аккаунт, а несколько аккаунтов, через эти аккаунты заводит через PayPal деньги, потом пишет жалобу в PayPal. PayPal тут же замораживает счет, и поскольку основные средства проекта заведены через PayPal, у них начинается нехватка денег, люди бегут, проект скамится. Сейчас эту функцию взял на себя сам, сама платежная система PayPal. Так что вот такие вот невеселые новости. Думаю, это начало конца всех этих REFSHARE проектов. Они и так были достаточно рискованные, так 50 на 50, 70 на 50 процентов, что будут работать, будут работать, а теперь, теперь не знаю, вряд ли, вряд ли эти проекты смогут существовать, то есть доверие к ним намного уменьшается. Посмотрим, что будет и как, ну похоже это окончательно принятое решение платежкой PayPal. На этом все, всем удачи, всем пока, будем думать, что делать.